Друзья, всем привет! С вами портал InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко, я главный редактор портала. И сейчас мы с вами поговорим о том, что может быть с российским рублем в сентябре 2017 года. Российская валюта достаточно неожиданно для многих начала резко укрепляться. Фактически эта тенденция началась еще в августе 2017 года, но чем дальше мы наблюдаем за ценой российского рубля, тем больше мы удивляемся. По состоянию на 7 сентября российская валюта укрепилась в паре с американским долларом до отметки 56,9 на рынке Форекс. То есть пара американский доллар-российский рубль опустилась ниже отметки 57. Как долго продлится укрепление российской валюты, чем оно вызвано и за какими факторами нужно наблюдать, для того, чтобы в течение сентября принять правильное решение по конверсии валюты, по обмену валюты, по покупке, по пополнению своих домашних валютных резервов или же напротив валюту нужно продавать. Давайте будем разбираться. Начнем мы с того, что обсудим самые главные факторы, которые окажут влияние на курс российского рубля в сентябре 2017 года. Здесь я хотела бы перечислить следующие моменты. Во-первых, на мой взгляд, основной причиной того, что мы увидели такое резкое укрепление российского рубля в сентябре, стал повышенный спрос на российские облигации, то есть на долговые бумаги ОФЗ, облигации федерального займа от нерезидентов. Так называемые операции Carry Trade, о которых мы уже много с вами говорили, когда инвесторы берут деньги в долг в валюте с низкой процентной ставкой, например, такая возможность у них есть в еврозоне, в Америке в настоящий момент и в многих других странах, и инвестируют эти средства в страну с высокой процентной ставкой, называются Carry Trade. С чем связан рост, всплеск интереса к таким операциям сейчас? Дело в том, что в сентябре 2015 года, 15 сентября, если быть точнее, состоится следующее заседание Банка России. Как вы видите у нас на сайте в разделе «Календари» заседания ЦБ, следующее заседание Банка России запланировано на 15 сентября, и прогноз по ставке 8,75. Сейчас у нас ставка составляет 9%. Мы видим, что наш Центробанк постепенно понижает процентную ставку, и вот буквально сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина выступала на Bloomberg TV и заявила, что процентная ставка может быть понижена даже больше, чем того ожидали раньше на рынке, на 35-50 базисных пунктов. Так как ожидается понижение ставки, это значит, что если не вложить сейчас, то выгодно вложить уже не получится. Поэтому многие инвесторы предпочитают купить российские ОФЭЗы сейчас, пока ставка еще высокая, чтобы получить максимальную доходность. Это называется вот такой вот бурный рост спроса на российский рубль в рамках операции «Кэрри Трейд». Поэтому 15 сентября у нас заседание ЦБ РФ, но есть еще один Центробанк, с которым мы с большим интересом будем следить в этом месяце, это Федеральная резервная система США. Следующее заседание ФРС состоится 20 сентября. Прогноз поставки останется без изменений на уровне 1.25, но нас интересует другое. Нас интересуют, какие намерения ФРС озвучит в отношении сокращения баланса. И если такие намеки будут сделаны в процессе пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен, то американский доллар может резко укрепиться к российскому рублю в том числе. Онлайн-трансляцию заседания ФРС 20 сентября вы сможете посмотреть на нашем YouTube-канале, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, и будьте в курсе важных событий. Ну и кроме того, третий фактор, на который мы, конечно, с вами тоже должны смотреть при работе с российским рублем, это цена на нефть. Мы видим, что у нас есть тенденция к росту, однако отметку 55 пока в ближайшей перспективе, на мой взгляд, преодолеть нам не удастся. Более того, я подозреваю, что мы увидим откат цен на нефть в ближайшее время. Поэтому, что же можно предположить относительно дальнейшего курса российского рубля? Спрос на ОФЗ будет в ожидании заседания 15 сентября. Я думаю, что, как ни странно, это звучит от меня, человека, который всегда с осторожностью говорит о курсе российского рубля, но мне кажется, что до отметки 56 пара доллар-рубль опустится в ближайшие дни, вот как раз на фоне роста спроса на ОФЗ. А вот что будет дальше? Будет зависеть от Банка России, от ФРС и от цен на нефть. Мой консенсус-прогноз по цене пары американский доллар-российский рубль на конец сентября составляет 59-60 рублей за одну единицу американской валюты. То есть доллар может стать дороже, чем сейчас. Но, тем не менее, я бы не стала говорить о том, что мы будем прорываться существенно выше в сентябре. Ранее многие аналитики обсуждали, что возможен рост к отметке 64-65 в сентябре. Сейчас ситуация, как мы видим, изменилась. И таких резких прогнозов по росту валюты уже делать не стоит, так как изменились у нас фундаментальные основания и общая картина на мировом валютном рынке. Друзья, у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. С вами был портал InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко. Если это видео было вам полезно, то, пожалуйста, поставьте лайк. Расскажите о нем своим друзьям. Мы будем вам очень за это благодарны. И не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Он у нас новый. Напомню, с весны 2017 года. Поэтому, если вы были подписаны на старый канал, от него можно отписаться и подписаться на новый канал InvestFuture. Спасибо вам большое за внимание. Также напоминаю, что вы всегда можете оставить отзыв о работе брокерских компаний у нас на сайте. Мы будем вам за это благодарны, если у вас уже есть опыт инвестирования или трейдинга на финансовых площадках. Всем спасибо за внимание. Удачи в валютном планировании, в финансовых ваших операциях. И до новых встреч в наших следующих видеообзорах. Всем пока!